Средиземья 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 Джексона, призванным экранизировать роман, у меня лишь одна претензия. Из них выкинули самое важное, самое ценное, что там было. Ту часть, которая придает роману главный смысл. Часть про сквернение хоббитаний. Для тех, кто не в теме, поясню. После всех битв и приключений, показанных в фильме, четверо хоббитов возвращаются домой. Но не для того, чтобы как в фильме Фродо понял, что стал чужим. Это было и в книге. А чтобы обнаружить родной край, порабощенный морками Сарумана. И им самим, без помощи мудрых магов или великих воинов, приходится очищать родной край, использовав то, что они усвоили в большом мире. Именно поэтому, как мне кажется, концовка возвращения короля вызывает скорее зевоту, чем положенные эмоции. Ну да ладно. Все это видео вообще-то задумывалось как большая рецензия на фильмы, вышедшие совсем недавно, в 12, 13 и 14 годах. Если «Властелин колец» — это трехтомный роман, то хоббит — это книжка не слишком внушительного объема. Как следствие, объем от Себятины в фильмах не просто велик, он зашкаливает. Плюс задачей Джексона было переложить детскую, по сути, свою книгу, хотя те, кто читал внимательно знают, хоббит не такой детский, как кажется, на эпические рельсы. Поставить эту историю вровень с «Властелином колец». Задачка, скажу вам, нетривиальная. И Джексон справлялся как мог. Начнем же обзирать! Первый фильм из трилогии о хоббите Бильбо называется «Неожиданное путешествие». Он охватывает первые шесть глав хоббита, что составляет примерно 140 страниц крупным шрифтом. Сразу замечу, что из трех частей это ближе всего к первоисточнику. Первые 40-50 минут поданы практически слово в слово с книгой. Дальше же начинаются разночтения. Скажем, эпическая погоня с участием Родогаста в книге не случалась, как и сам Родогаст, в общем-то. К слову о Родогасте, этот персонаж для меня лично загадка. Он явно слишком курьезен, своей эксцентричностью выбиваясь из всего тона фильма. Родогаст вызывает эдакую нездоровую улыбочку. Вроде не смешно, но чего-то забавно. Вроде пошловато, но не то чтобы через край. К тому же Родогаст выполняет функцию по связыванию вместе привнесенного сюжета, линия Гэндальфа и Некроманта, и оригинального, про Торина и компанию. Режиссеры и сценаристы заранее закладывают элементы характера гномов, и особенно Торина, которые затем сыграют роль в дальнейшем. Гномы тут не просто не доверяют эльфам, они их почти ненавидят и боятся предательства. Эльф и Элрон даже, во главе с самим агентом Смитом и за компанию с Белым Советом, опасаются, что поход Торина только переворошит все силы среди земли и приведет куча неприятностей. И они не так уж далеки от истины. Под само путешествие подвели политический смысл, который не вполне очевиден из первоисточника. Торину так нужен Аркинстон в первую очередь потому, что это верховный символ власти, дабы в его он сможет объединить разрозненные гномья общины и надеяться таким образом восстановить могущество гномов Дариного Колена. Это, если что, единственный известный народ гномов, хотя всего их должно быть семь. В нагрузку Азок, убитый Торином при получении своего прозвища Дубащит, в версии Джексона выжил и занял по сути роль главгада, причем весьма солидного, пафосного и вдушительного. Он все еще одержим жаждой отомстить гномам, а еще он белый и располосованный шрамами. Со своей задачей он справляется превосходно, но вот его явная компьютерность периодически отвлекает. Актеры весьма прилично справились с возложенной задачей. Гномы сыграны на уровне от добротно до шикарно, Мартин Фриман в роли Бильбо смотрится, как будто играл эту роль всегда. Игроки Старой Гвардии, Йен Маккеллен, Кейт Бланшин, Хьюго Вивинг, Кристофер Ли смотрятся вполне прилично и справляются прекрасно. Кристофер Ли, увы, явно не в лучшей форме, он почти не двигался и, кажется, даже просто говорить ему было нелегко. Но в 92 года это как минимум простительно. Экшена в фильме стало не просто много, а дофигища. Иногда действие превращается в реальное подобие компьютерной игры, особенно этим грешат сцены в пещерах гоблинов. Это неудивительно, история противостояния с некромантом только раскручивается и заполнять излишний хронометраж особо нечем. Сам по себе же экшен в основном хороший и изобретательно поставлен. Дизайн и локации традиционно великолепны, тут спасибо и Новой Зеландии за пейзажи, и декораторам, и художникам. В целом первый фильм самый слабый из трех, хотя он ближе всего к книге Толкиена. Он местами рваный, местами перезатянутый, создаётся впечатление, что при создании первой части Джексона и компания ещё не вполне решили, куда им двигаться дальше. Тем не менее, фильм вполне себе хорош и смотрибелен. Встретимся в следующем обзоре.